Девушки отдыхают Панк оркестры, расскажи, проясни Во-первых, The Fish это такой своеобразный Russian English Для того, чтобы было понятно Потому что и группа с названием The Fish существовала в истории Вот брать такое же название не имеет смысла, наверное А приставки появляются, со временем отпадают Так как все меняется и направление меняется И мы еще до сих пор ищем себя Ну, наверное, вас можно назвать просто The Fish, да и все А то, что там написано дальше, это пояснение для вашего состояния Которое в данный момент вы находитесь Но сейчас в рейтинге участвует песня The Fish, панк оркестра Второй наш альбом был выпущен вот под таким названием А первый? А первый The Fish Оркестра The Fish Оркестра То есть вы приставку панк присвокупили Но, кстати, вот насчет именно жанров Вы каким-то жанром себя причисляли, причисляете И хотите ли причислять в будущем каким-то, может быть, другим? Каждая песня в совершенно разном жанре Не хотелось бы вообще говорить об этом даже, на самом деле Ну, в контексте рок-музыки, наверное, и все Рок и не больше Так, рок-команда The Fish Давайте, да, поговорим по отдельно про песни Вот конкретно данная песня Да и вообще многие ваши песни Они имеют какое-то, ну, как бы, обращение, да Или крик души Но, в общем, это обращение к кому конкретно? Ну, вот давайте про эту песню скажем Эта песня конкретно обращение к музыкантам Это такой некий стеб над самим собой Прежде всего, ну, для тех, кто... Кому это интересно, может быть, или кто-то слушал эту песню Там есть четкий сценарий И там все понятно Без лишних комментариев Слоган был придуман очень давно Еще Борисом Гребенчуковым в 83-м году Даже в 82-м, наверное Мы его немножко перефразировали Новый смысл унесли для... В общем-то, песня посвящается всем, наверное, коллективам Которые существуют в андеграунде Существовали У всех практически одинаковая история Ну, как раз андеграунд Петербурга И вот то, что наша история называется андеграунд Петербурга Мы с вами подходим друг к другу, получается, да Каким-то образом вы чувствуете эту среду тоже, получается, да Как раз даже обращение к музыкантам андеграунда В песнях своих, как бы, пишете Или андеграунд Петербурга То, чего хотелось бы вам, может быть, избавиться Хотите куда-то в шоу-бизнес или налево-направо в Москву уехать, не знаю Я не знаю Так комфортно, конечно, стоит расти Стоит задумываться о чем-то более масштабном, наверное Но, мне кажется, это все приходит с опытом, с материалом Потому что есть действительно талантливые проекты Они существуют в андеграунде И есть очень талантливые проекты, которые сразу же пробиваются вперед Есть гениальные ребята, которые также буксуют в грязи, можно сказать Поэтому, ну, конкретно о себе хотел бы сказать Что мы, наверное, все-таки рассчитываем, что в скором времени Ну, скажем, выйдем из андеграунда, из этой среды Давай поконкретно про вас, как хитмейкеров Ну, есть у меня ощущение, что вы пишете песни именно так Чтобы они становились с расчетом на какую-то, ну, не аудиторию А именно с расчетом на какую-то формулу, да Которую вы считаете, что делает песню хитом И многие с вами, наверное, согласны, да? Да, без сомнения, это так и есть Я просто как, ну, как композитор Если брать меня как композитора Я опираюсь на мелодию, прежде всего И на какой-то слоган в тексте Вот, например, мы подготовили новую песню Скорую презентуем на концерте 7 марта в бирже Она называется «Не хит» Вот это наш первый не хит То есть, ну, всем понятно, что остальные песни себе представляют В таком случае, да И слоган у этой песни «Без хита и жизнь не та истинно проста» «Без хита твой шоу-бизнес» Просто суета Ну, мы желаем вам писать не хиты для души Хиты для людей И чтобы это все совпадало Или, ну, как угодно Спасибо, в общем, за прекрасные слова и мысли Пойду обдумываю Вот оно, на это время настало Но стали мы так старые и устало А все еще вроде не рок-стары И даже еще у саппира дару На разогреве не рвали струны И не взрывали хитом интернет Мы лишь твердо и гордо Рубим четыре аккорда на старости лет Рок-н-ролл, джемфомэ Еще нет Рок-н-ролл, джемфомэ Мы пробираемся сквозь монт и граунды И видим в конце тоннеля свет Редактор субтитров А.Семкин